Северский район отпраздновал свое 95-летие. И одним из самых зрелищных мероприятий стал фестиваль «Венок дружбы». Его главная изюминка – национальные подворья, в которых можно познакомиться с традициями народов, проживающих на территории нашего района. Свои песни, танцы и, конечно, национальную кухню представили Греция, Армения, Беларусь, Адыгея и многие другие. За эти 95 лет мы многому научились жить в мире и согласии, помогать друг другу, беречь свои исторические корни и созидать новое совместное будущее, дополняя и поддерживая друг друга. Дорогие земляки, желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях. Пусть те узы товарищества и взаимопомощи, которые есть между нами, с годами станут только крепче и сильнее. С праздником, с юбилеем, северский район! Поздравлением главы района присоединился депутат законодательного собрания края Андрей Куемжиев. В своем обращении он почерпнул важность диалога национальных культур на Кубани. От души поздравляю всех нас с этим замечательным юбилеем. Желаю нашему общему дому, нашему северскому району, роста, успехов. Пусть ширится и украшается наш район. Всем трудовым коллективам района новых трудовых успехов, а всем нам вместе, жителям северского района, здоровья, благополучия, мира и процветания. С праздником, дорогие земляки! Фестиваль культуры продолжился концертом. Особые гости праздника – государственный академический кубанский казачий хор и государственный ансамбль Республики Адыгея Исламей. Песни и танцы не прекращались на главной сцене района в течение нескольких часов. Редкое и в то же время потрясающее зажигательное шоу увидели северчане. На одной сцене русские народные песни органично переплетались с зажигателями кавказскими танцами. И это неудивительно, ведь на Кубани проживают более ста различных национальностей. 95-летие Северского района. За последнее время эту фразу можно было услышать несколько раз на днём. Подготовка к празднику была планомерной и основательной. И вот теперь с 3 по 5 октября жители муниципалитета с размахом отмечают юбилей своей малой родины. Третий день празднования открылся парадом в честь 95-й годовщины образования Северского района. В нём приняли участие представители всех 12 поселений муниципалитета – работники образования, культуры, здравоохранения, казаки – крупнейшие предприятия. Праздничная колонна проследовала от федеральной трассы до площади Северского дома культуры, где гостей праздника ожидала театрализованная постановка, посвященная истории заселения казаками Кубани. Со цены прозвучали тёплые слова поздравлений. Дорогие земляки, действительно у нас сегодня большой праздник. Я уверен, что мы и дальше будем жить в мире и согласии. Хранить эту землю, землю наших предков, мы должны передать достойно нашим детям и внукам. Любите коллеги друг друга, цените друг друга, уважайте друг друга. Жизнь даётся только раз. Поэтому с праздником! Всех вас сердечно поздравляю с праздником, с Днём района, помощи Божией во всех ваших делах. Пусть Господь всех нас благословит миром, любовью, трудолюбия и мудростью. Пусть наша жизнь, состоящая из маленьких и больших добрых дел, прозветит эту землю и наши сердца, и этот край. Пусть мира всем и любви, благополучия и помощи Божией. С праздником! Далее колонна проследовала в парк культуры и отдыха имени Пушкина, который превратился в выставочный комплекс достижений народного хозяйства. В течение всего дня гости хозяева района смогли окунуться в историю родной земли, прикоснуться к предметам старины, узнать о достижениях муниципалитета в разные годы. Каждый желающий смог попробовать традиционные блюда и услышать любимые народные песни. По зелелым дубам раздавалася казачка с парнем Черночупы. Ой-да, 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 раздавалася казачка с парнем Черночупы. В парке работали тематические площадки для детей и взрослых. Проходили различные мастер-классы, выставки декоративно-прикладного и художественного творчества, спортивных достижений. Производители со всего района представили свою продукцию. В преддверии юбилея Победы в парке развернулись инсталляции, посвященные Великой Отечественной войне. Каждый смог узнать об истории военных действий на территории муниципалитета и героях войны. Одним из самых ярких моментов дневной программы стало разрезание праздничного каравая, посвященного 95-летию района. Попробовать его смог каждый желающий. В честь юбилейной даты в парке состоялась торжественная закладка капсулы «Послание потомкам 2039 года». Концертная программа продолжилась вечером на площади перед районной администрацией. В театрализованном прологе строители будущего приняли участие спортсмены и артисты со всего Северского района. Жители тепло поздравили с юбилеем Северского района глава муниципального образования Адам Джарим и депутат законодательного собрания края Андрей Куемжиев. Сегодня нашему с вами дому исполняется 95 лет. Его строили наши предки на прочном фундаменте и строили для того, чтобы мы с вами в нем комфортно и удобно жили. Мы в нем живем и трудимся для того, чтобы его передать нашим детям, нашим потомкам, чтобы они тоже удобно, комфортно и счастливо жили в нашем районе, в нашем доме, в нашем Северском районе. Я от всех депутатов нашего краевого парламента поздравляю всех жителей Северского района с замечательным праздником. Пусть наш район живет и процветает. Слава Кубани, слава району. С праздником всем. Приветственный адрес от губернатора Кубани зачитал Юрий Рысин, руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края. Почти вековая биография муниципалитета – это история успешного развития с опорой на традиции и передовой опыт. Именно вы своим усердным трудом и любовью к родной земле позволяете району добиваться высоких результатов промышленности, сельском хозяйстве, строительных и транспортных отраслях. Эффективная экономика позволяет успешно реализовывать нацпроекты и социальные программы, строить школы и детские сады, заниматься благоустройством. Все это важно для повышения качества жизни и роста благополучия семей. От всей души желаю Северскому району сохранить набранный темп развития. Пусть множатся достижения и успехи, а в каждом доме царят достаток, тепло и уют. С праздником, дорогие друзья! В присутствии многочисленных зрителей состоялось награждение лучших тружеников муниципалитета. В юбилейный год за значительный вклад в развитие Северского района, высокое звание почетных гражданин присвоили Мехману Алиеву, Людмиле Сароваткиной, Владимиру Волчихину, Алексею Коваленко и Сергею Батищеву. Продолжился праздник выступлением государственного ансабля казачьей песни «Креница» и творческого коллектива хор Краснодарского края филармонии имени Григория Пономаренко. Песня «Креница» Хедлайнером вечерней программы, несомненно, стал Стас Костюшкин. Популярный певец и телеведущий, автор горячих хитов и обладатель премии «Золотой граммофон» от русского радио, экс-участник дуэта «Чай вдвоем». Выступление певца – подарок у Огра фирмы «Кубай» на 95-й юбилей Северского района. В этот день со сцены прозвучали известные хиты, такие как «Караочин», «Одесса», «Все ровно», «Женщина я не танцую». Кульминацией вечера стал праздничный фейерверк. Небо муниципалитета засверкало от залпов красочного салюта. Завершилось мероприятие молодежной дискотекой от кавер-группы «Бабушкин ковер». Елена Меркатан, Руслан Лоуф, Владимир Галуцкий, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». В рамках празднования 95-летия образования Северского района «Радио джем» провело яркий опен-эйр для жителей и гостей станицы. «Радио джем» – музыкальная FM-станция, звучащая на частоте 101,5 в Северском районе и Краснодарском крае. В эфире звучит популярная иностранная и русская музыка последних 15 лет, а также золотые хиты 90-х. Десятки киловатт звука, яркие экраны и отличное настроение. Гости праздника, что называется, отожгли под вкусные танцевальные миксы диджея радиостанции. Зажигательный осенний дэнс джем по-настоящему раскачал райцентр и стал ярким завершением праздничного дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Оль, а давай тогда квартиру побольше возьмем? Зачем он тебе нужен? Рано или поздно он тебя бросит. Не усложняй себе жизнь. Нет, не бросит. Никогда. Я его уже люблю. Поздно. Но вам негде жить. Мне все равно. Он мой. Я его никому не отдам. Я же тебе сказала – люблю. Да что ты знаешь о любви? Ты еще молодая и глупая. Избавься от него. Мам, ты не понимаешь. Я твои ошибки не повторю. Я его сохраню. Это мой малыш. Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил отель мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский омуновец Орден Мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм. Победим и терроризм. Антитеррористическая комиссия Краснодарского края информирует. Редактор субтитров А.Семкин